На кадрах перекрёсток Солнечной Поляны с улицей 280-летия Барнаула. Мать с ребёнком, посмотрев по сторонам, спокойно переходят дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика не успел затормозить, и произошло столкновение. Обошлось без серьёзных травм. За 10 месяцев этого года только в краевой столице зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. По вине водителей произошло 141 ДТП, в которых 6 человек погибли, 150 получили травмы. По вине пешеходов 14 ДТП. Погибших нет. Однако 14 человек получили травмы. С участием несовершеннолетних в 2022 году произошло 103 ДТП, на которых 54 – это наезды на пешеходов, 27 – произошли на зебрах, 7 – на регулируемых переходах. Павловский тракт и нерегулируемый пешеходный переход. Именно здесь сегодня сотрудники КИБДД раздают памятные брошюры водителям о том, как вести себя на дорогах. Потому что именно здесь, 20 октября, насмерть сбили подростка 17 лет. Пожалуйста, будьте внимательны на дороге. Дети и их поведение на дороге непредсказуемо. Соблюдайте правила дорожного движения. Всего хорошего. К сожалению, спасти пострадавших уже не удастся. Однако профилактическая работа помогает уменьшить количество подобных происшествий. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаи ДТП сократились почти на 17%. Но все равно назвать движение безопасным можно с трудом. У меня недавно знакомые просто так сбили. Ну, на Павловском тракте вы, наверное, знаете. А вы сталкивались с подобной проблемой? Конечно, сколько раз. Бывало такое, прям вот едут, резко останавливаются уже, как бы пропускают. Бывало, конечно. Была такая история. Я уже не помню, на какой улице она была. Но я шла, и получается водитель очень-очень-очень резко остановился прямо передо мной. Это было очень страшно и неожиданно. В связи с ухудшением погоды риск ДТП возрастает. В госавтоинспекции края призывают водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах. Чаще дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и погибшими происходят в межсезонье. Когда уменьшается световой день, погодные условия ухудшаются, ограничивается видимость. В итоге пешеходов хуже видно на пешеходных переходах. Поэтому происходят дорожно-транспортные происшествия. Инспекторы рекомендуют пешеходам носить яркую одежду со световозвращающими элементами, чтобы водители могли заметить человека на переходе даже вечером. Но главное правило, которое относится к всем участникам дорожного движения, лишний раз не торопиться и быть осторожным. Полина Бурнашова, Денис Кузьменко. Новости.